31 октября 2019 года. Совершена первая очередь и под вторую очередь немножечко отсыпали поле и забили пробные сваи и все. Техники нету. Дальше подсыпка не продолжается. На стройплощадке остался всего один кран. Тройка замирает. Если раньше работали круглосуточно, то теперь, как видите, даже кран не движется. Только вчера первый снег выпал, а территорию так и не скосили, не убрали. Если в том году хотя бы ее немножко обслуживали, то сейчас это все заросло, как и ожидалось. Застройщик все забросил. Вот вы видите первые дома, которые уже сданы и вот которые достраиваются. Сдадут ли их в этом году, вообще неизвестно. Осталось построить здесь трубовую секцию, как у всех других домов. Наверное, стройка эта будет заброшена на дом. Даже освещение на набережной не включают уже, наверное, около полугода. По ночам раньше все было так красиво. Вот это магазин открылся. Магнит. Единственный магазин на весь этот район. В переднем фоне супермаркет, на переднем детский садик, который в таком состоянии уже год находится. И на обшивке работает всего одна бригада. Еле-еле вот что-то там они собирают. Вот эти дома даже вот как построили коробки, так и все. Надолго здесь все зависло. Как и год назад, останы только вот эти первые три секции. Труба горит, котельная. И вот этот первый дом, там уже люди живут. И вот здесь вот тоже пару окон уже заменили на другие, тоже живут люди. Тут дом, видимо, готовится к сдаче. Но там вообще еще никто не живет. И тут дальние зелененькие тоже пока еще никто не заселяется. Транспорта здесь тоже нет. Здесь вот будет церковь. Судамент уже заложили. Красивый сегодня закат. Вот это называется вид на Волгу. Промзона, промзона, промзона. Заброшенная военная часть. Полузаброшенная точнее. Такой вот вид национальный. И, конечно, здесь у нас вагон-завод с промзоной. И мост. И опять промзона. То есть, вроде как дома в роще, но со всех сторон одни сплошные заводы. На остановке здесь километра полтора пешком. Судя по окнам, ну, где-то процентов 30, наверное, домов, квартир на данный момент заселено. На езде поставили будку в шлагбаум. Вот дорога через Драшиху незаконная. Через природоохранную зону проходит. И вот так вот выглядит офис продаж с оторванной крышей и тротуар, который обрывается даже не дойдя до входной группы. Да, такой район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...